Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата. Я её ведущий Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – можно ли заработать на инвестициях? Многие боятся инвестировать. Для них инвестирование означает расстаться с деньгами, ограничив своё текущее потребление ради призрачной надежды увеличить своё потребление в будущем. При этом инвестирование, как правильно, связывает с большим риском потери вложенных денег. Многие полагают, что инвестиция – это только пассивный доход в виде дивидендов. Но опытные инвесторы обычно советуют внимательно следить за изменением курса ценных бумаг. Если вовремя их продать, то это позволит не только не потерять свои сбережения, но и прилично заработать. Однако курсы акций меняются часто, и слежение за ними занимает много времени. Чем больше денег в вами вложено, тем более внимательного отношения они требуют, особенно если ваш инвестиционный портфель сильно диверсифицирован. В такой ситуации ни о каком пассивном доходе речь уже не идёт. Либо вы передаёте в управление своими финансами и ценными бумагами специализированным людям и компаниям, брокерам. Либо, по сути, сами ими и становитесь. Я намеренно не объяснял значение тех финансовых терминов, которые употреблял. В ходе сегодняшней беседы мы поговорим о них подробно. Вы узнаете, какой уровень доходности считается нормальным при инвестировании в разные финансовые инструменты, и как защищены ваши вложения, и каков риск их потерять. Эти и другие вопросы мы обсудим с одним из лучших специалистов по инвестициям в Кирове, экспертом по финансам и членом Вятского интеллектуального клуба Константином Борисовичем Кропанилом. Здравствуйте. Константин Борисович, расскажите, как вы давно занимаетесь инвестиционным бизнесом, какой у вас опыт работы с инвестициями? Ну, так получилось, что на рынок ценных бумаг я попал в 1993 году. То есть это больше 25 лет назад. Тогда как раз происходило зарождение фондового рынка, шла приватизация, обращались приватизационные чеки, различные акции, пирамид, МММ, Хапер Инвест, Робби Дипломат. И вот как раз в это, скажем, сложное, но интересное время я и попал на финансовый рынок. За это время я проработал в нескольких компаниях, но самый большой, наверное, срок, больше 20 лет я проработал в финансовой компании Ажо на должности исполнительного директора. Это профессиональный, крупнейший профессиональный участник рынка ценных бумаг Кировской области на тот момент. И я получил огромнейший опыт, и я знаю, как работает финансовый рынок не только с точки зрения инвестора, а изнутри. То есть я представляю, как работает вся инфраструктура. Последние, условно говоря, 5 лет я занимался как раз продвижением финансовых услуг, а сейчас я больше специализируюсь на консультировании каких-то крупных клиентов. Понятно. А скажите, вы вот работаете только с чужими деньгами или вкладываете личные деньги в инвестиции? Не, ну, безусловно, я вкладываю в том числе и, собственно, свои деньги. Первую акцию я купил как раз в 93-м году. То есть это, правда, это было неудачное вложение, это был завод в Кирове, мебельный комбинат «Стайлинг», и они размещали акции, и как раз я поучаствовал в размещении этих ценных бумаг. За те 25 лет, которые на финансовом рынке, я попробовал все финансовые инструменты, которые есть. Я передавал, собственно, деньги в доверительном управлении, сам управлял. А нас вот интересует, а сейчас-то вы вкладываете? Да, ну, конечно. Вкладываете, да? Вот тогда вот скажите, каких результатов в последнее время вам удалось достичь лично, ну, если не секрет? Вот, например, сколько процентов удалось прирастить к тем деньгам, которые вы инвестировали, ну, скажем, в минувшем году? Ну, если честно, я считаю, что давать эту информацию не совсем корректно. Не совсем корректно почему-то. То есть я могу сказать, что это не проблема, но корректность заключается в том, что эта информация вам ни о чем не скажет. Ну, скажите нам то, о чем нам что-то скажет. У меня был опыт публичного управления, то есть я с 2015 года в течение четырех лет по 2019 год ввел публичную историю управления индивидуальным инвестиционным счетом собственным. И там доходность, среднегодовая доходность у меня составила порядка 18% годовых. Почему вот этих цифр я не стесняюсь, потому что ту историю может повторить каждая, она масштабируема. Вот одна из проблем фондового рынка, что многие ориентируются на прошлые доходы, какая была доходность в прошлом. Но это никак не гарантирует, что, ну, да, допустим, я заработал в прошлом году 25% годовых. Но это совсем не факт, что я заработаю эти деньги в будущем. И на эти цифры их вряд ли сможет повторить обычный инвестор. А то, что я называю цифру 17% годовых, то при определенных условиях эту историю может повторить каждый. Понятно. Ну, вот мы с вами говорим об инвестициях, но, может быть, кому-то из наших слушателей не совсем понятно, что такое инвестиции и что такое инвестирование. И вообще, зачем обычному человеку заниматься инвестициями, если на имеющиеся у него деньги он может, в общем-то, хорошо жить здесь и сейчас? — Если говорить какими-то простыми словами, то я считаю, что инвестирование — это ограничение себя в чем-то сейчас, чтобы в будущем получить больше. То есть что такое инвестирование? Что вы получаете какой-то доход, но в этот доход можете потратить все деньги сейчас. А что будет в будущем, там, через 5, 10 или 15 лет, вы не знаете. И чтобы получить какую-то, ну, так скажем, гарантию, то, что там через 20 лет у вас будут какие-то деньги, вы должны инвестировать. Ну, а где взять деньги? То есть это надо ограничить свое потребление. И, к сожалению, довольно мало кто может вот именно пойти на, так скажем, на такие жертвы, тратя денег меньше сейчас, чтобы в будущем каких-то достичь финансовых целей. — Я говорю, то есть, а зачем, в общем-то, ограничивать себя, если можно жить хорошо здесь и сейчас? Тем более, ну, согласитесь, чтобы получить какие-то приличные дивенды, ведь 100 и даже 200 тысяч рублей — это совершенно недостаточно вложить. Я бы так сказал, даже и миллион-то рублей — это мало, а для большинства наших слушателей, я думаю, что это очень большие деньги. Получается, если ты можешь вложить очень большие деньги, ну, скажем, 10 миллионов или 20 миллионов, которые, честно, заработал, подчеркну, то, вероятно, твои профессиональные возможности и стандарты жизни таковы, что доходы от инвестированных тобой денег, в общем-то, кажутся все равно мизерными, то есть едва ли покрывающими потребительскую инфляцию. Тут возникает, а смысл? Ну, смотрите, вот у человека так либо иначе в жизни есть определенные цели, ну, в том числе какие-то финансовые цели. И, по идее, самая первая цель, которую человек должен закрыть, это создание какого-то резервного капитала. Вот представьте, есть два человека, ну, какие-то они работают на нанемной работе, у одного он получает 100 тысяч зарплату, но он ее все тратит, а другой хотя бы что-то инвестирует, и у него скопилось хотя бы там 300 или 500 тысяч рублей денег. Так вот тот человек, у которого есть хотя бы минимальный капитал в размере 300-500 тысяч, который покрывает, к примеру, шестимесячные потребности его семьи, он будет себя чувствовать гораздо свободнее и независимее. Он может высказать свою точку зрения руководителю, он может сменить работу, он может потратить деньги на свое, так скажем, дополнительное образование, но это какой-то некий резерв, который действительно позволяет открыть какие-то крылья как бы за плечами. А крылья-то откроются только в том случае, если эти деньги можно потратить, ну, допустим, махнуть на все рукой и отправиться в путешествие. Нет, вы будете себя, если у вас нет за душой ни копейки, если вы живете от зарплаты до зарплаты, вы всегда будете зависеть от своего начальника. Вы всегда, то есть вам будет тяжело как бы сменить работу, а хотя бы если у вас есть какой-то резерв, то вы немножко можете как-то варьировать, вы можете вести себя немножко по-другому. Ну, в общем-то, согласен с вашей точкой зрения, она достаточно разумная. Но у меня иногда такое ощущение, что вот инвестиции, инвестирование – это просто какая-то азартная игра для взрослых. Такая некая разновидность букмекерства, где я, покупая акции той или иной компании, по сути, делаю ставку на то, что она выиграет. То есть покажет хорошие финансовые результаты, и я получу дивиденды. А если не покажет, значит, я проиграл и потерял деньги. Букмекерские правила игры в чистом виде, разве нет? Под букмекерством я понимаю, скорее всего, вы понимаете, казино. Ну, какую-то азартную игру, правильно? Ну, там же ставят ставки. Ставят ставки. Выиграет там «Арсенал» или «Зенит», не знаю. Ну, в том числе букмекерства, ну, или, к примеру, та же рулетка. Если смотреть на фондовый рынок с точки зрения спекуляций и на каких-то короткосрочных этапах, да, у фондового рынка действительно есть очень многого схожего с казино. Но надо понимать, что казино и букмекерство – это игра с отрицательным математическим ожиданием. Так либо иначе, когда вы ставите ставку через букмекера, который, даже если у вас там ставка идет 50 на 50, он берет свою определенную комиссию, что вашу доходность на длинном промежутке времени, она начинает снижать. Когда же мы говорим про фондовый рынок, то это игра с положительным математическим ожиданием. Почему? Объясню. То есть количество людей на Земле становится все больше. То есть люди потребляют все больше. Раз люди потребляют все больше, значит, компании, которые там производят автомобили, телефоны, программное обеспечение, они зарабатывают больше. К примеру, сейчас как раз идет отчетность, ну, это же компания Microsoft, который поднял выручку за последний период на 30%. То есть бизнес растет, соответственно, стоимость акций растет. И если смотреть на фондовый рынок на долгосрочной перспективе, то это игра с положительным математическим ожиданием. Если вот на коротких, там, действительно, если мы купил, там, купил, продал, это очень схоже. Но на длинном промежутке времени это совершенно другое. Ну, хорошо. Допустим, вы меня убедили, и я решил потратить часть своих сбережений на инвестиции. Вот какие варианты инвестирования у меня есть? Ну, куда российское законодательство позволяет мне легально вкладывать свои деньги? Во-первых, за последние буквально, там, ну, пять лет у российских граждан количество инструментов, доступных к инвестированию, оно увеличилось в разы. То есть сейчас нам доступны иностранные ценные бумаги. Мы можем инвестировать не только через российских брокеров, но и через иностранных брокеров. Появились, там, сотни новых, там, облигаций, либо еще что-то. И даже тот набор инструментов, который сейчас присутствует, он, ЦБ, наоборот, начинает проводить обратную политику. ЦБ – это центральный банк. Да, ЦБ – это центральный банк, начинает проводить обратную политику. Он хочет ограничить доступ частных инвесторов к определенным финансовым инструментам. Потому что помимо простых финансовых инструментов, акций и облигаций, есть довольно-таки сложные финансовые инструменты. А сразу дайте нашим слушателям объяснение, в чем различие акций и облигаций, какие еще финансовые инструменты есть, доступные? Доступные. По большому счету, на финансовом рынке есть два классических финансовых инструмента. Это акции и облигации. Ну, если объяснять совсем просто. Очень просто. Очень просто на пальцах. Вот если у вас, к примеру, 100 тысяч рублей, как вы их можете приумножить? Есть два простых способа. Либо дать их кому-то в долг под проценты, либо отнести в банк, в банковский депозит, либо купить облигацию. Облигация – это аналог банковского депозита, либо долговой расписки. По ней известен срок погашения и купон. То есть там гарантированно идет выплата и гарантирована выплата купона. То есть это как бы некий аналог, опять же, долговой расписки и возможности дать деньги в долг либо банку, либо какой-то, допустим, крупной корпорации. Второй способ приумножить ваши деньги – это войти в какой-то бизнес, запартнериться с кем-то. И, соответственно, вы можете запартнериться с Майкрософтом, со Сбербанком, с Газпромом, купив какое-то количество акций той либо иной корпорации. А тут уже доходность неизвестна. Да, здесь в этом случае доходность неизвестна, она никак не гарантирована. И в то же время бывают очень, так скажем, большие падения в стоимости цены акций. Но если смотреть какие-то долгосрочные периоды, то акции, они всегда обгоняют доходность облигаций. И поэтому, по большому счету, основная задача инвестора – это как раз держать в портфеле какое-то количество акций и какое-то количество облигаций. И, условно говоря, если акции стоят дорого, то вы просто продаете какое-то количество акций, покупаете опять облигации. Если на рынке происходит какой-то крах, вы продаете облигации, которые меньше, так скажем, подвержены падениям, и покупаете подешевевшие акции. Или если захотели махнуть вокруг света, продаете все и едете путешествовать. Ну, вот смотрите, несмотря на то, что вы сказали, есть основные виды финансовых инструментов, такие как акции и облигации, вот многие наши сограждане продолжают держать свои сбережения в долларах или евро, ну, в валюте, в общем, да. Причем даже не на валютных счетах в банках, а в кубышках, так сказать, под подушкой. На ваш взгляд, можно ли сохранить свои деньги, держа их в валюте, или даже заработать на изменении курса валют? Прокомментируйте такое поведение наших граждан. Ну, это довольно разумное поведение. То есть, потому что любые деньги, если мы храним на долгий период времени, на долгий период времени – это больше трех лет – нужна определенная какая-то диверсификация. Диверсификация нужна не только… Диверсификация. Диверсификация, то есть, понятие. То есть, вы должны держать деньги в различных классах активов. То есть, у вас должны быть, к примеру, акции, облигации, возможно, даже какой-то и банковский депозит, возможно, какая-то и недвижимость прикупить. Это все позволяет вам диверсифицировать. И в то же время у вас должны быть активы, которые привязаны, к примеру, к доллару. Ну, допустим, это же золото, стоимость золота зависит в том числе не только от стоимости золота, но и от курса доллара. А получается так, что российская экономика, она довольно-таки маленькая в отношении, допустим, сравнения с американской экономикой, с экономикой Китая. И любые потрясения на глобальном рынке, они вносят определенную нестабильность, в том числе и в российскую экономику. И поэтому, если мы хотим от себя, ну, как-то немножко снизить свои риски именно девальвации, там, нашей... Девальвация? Девальвация – это снижение стоимости национальной валюты. Если мы хотим снизить риск удешевления рубля по отношению к доллару, то какую-то часть вполне разумно держать в долларах. И это вот несмотря на многочисленные прогнозы о крахе американской финансовой системы, то есть вы не верите в это, что... А почему вы считаете, что американская финансовая система должна... Я не считаю, я вообще не знаю. Это ведь вот известный наш экономист, и, кстати, мой друг Михаил Леонидович Хазин постоянно об этом говорит. Ну, тут, видите, проблема в том, что нами очень много манипулируют с точки зрения информации. Конечно, есть определенные вопросы к американской финансовой системе, но на сегодняшний день американская экономика, она наиболее, так скажем, крепко, устойчивая и активно развивающаяся. Хорошо. А вот слышали, наверное, такое выражение, ну, я понимаю, что оно такое бытовое, инвестирование в детей, надо инвестировать в детей. Вообще можно ли считать такие инвестиции как бы реальными, что инвестирование в детей – это разве инвестиции? И, согласитесь, дети вырастают, обзаводятся собственными семьями. Вовсе не факт, что в будущем они будут помогать родителям и как-то вернуть вложенные в них инвестиции. На мой взгляд, вот затраты на обучение или там воспитание детей как-то плохо укладываются в определении инвестиций. А на ваш взгляд? С одной стороны, любые инвестиции, они рискованные. То есть они, в том числе, даже если вы храните деньги в банке, то всегда есть вероятность того, что может произойти какое-то экстраординарное событие, и вы эти деньги из банка забрать не сможете. Конечно, в том числе и рискованные инвестиции в детей. Но, с другой стороны, многие рассматривают, ну, подспудно, может быть, они не осознаны, но вы же, когда хотите ребёнку более качественное образование, вы, во-первых, начинаете экономить, купите на это качественное образование, вы тратитесь на репетиторов, а это, опять же, вы ограничиваете своё собственное потребление в надежде на то, что ваш ребёнок получит качественное образование, востребовано на рынке, будет хорошо зарабатывать. То есть это всё-таки инвестиции? Ну, в моём понимании, всё же большинство людей воспринимают траты на образование ребёнка, это как инвестиции. Вы сами обратите внимание, что какие у нас наиболее востребованы обычные специальности? Это юристы, экономисты, ну, там, то есть газовики какие-нибудь, или там работники спецслужб, где можно получить хорошую, высокую, как бы, зарплату. Ну, хорошо, мне, кстати говоря, понравился ваш ответ, мне кажется, великолепное объяснение. Однако давайте вернёмся к АЗАМ-инвестированию. Вот объясните нашим, так сказать, согражданам, всё-таки, как вы считаете, в какие инструменты-то лучше вкладываться, да, то есть вот всё-таки вот, так сказать, акции, облигации, вы-то сами куда вкладываете? И что такое вот инвестиционный портфель, вы такое упомянули термин, что это означает? Тут смотрите, какой вопрос. Вот вы немножко начинаете рассуждать, как некий дилетант. Конечно, я представляю слушателей. Да, слушателей. По большому счёту, вот, когда вы приходите на финансовый рынок, тут надо задавать вопрос не что купить и когда купить, потому что, да, базовый инвестор, он приходит, говорит, а подскажите, что купить? Либо что купить, либо когда купить? Сегодня купить доллар или через месяц купить доллар? Но по большому счёту, когда мы говорим про инвестиции, надо немножко с другой стороны заходить, надо понять, какие конкретно у вас цели. То есть у вас цель может быть, когда вот создание какого-то резервного капитала, может цель создания, чтобы накопить какой-то первоначальный взнос на квартиру, там, не знаю, либо дачу вы хотите купить через 3 или 4 года, либо это у вас какие-то долгосрочные накопления, допустим, действительно, вы хотите там пораньше уйти, ну, пораньше-то, условно говоря, там, не в 70, там, с хвостиком лет уйти на пенсию, а, условно говоря, там, в 50, в 60 или в 65 лет закончить какую-то активную, как бы, деятельность. Исходя из ваших целей и подбираются финансовые инструменты. Если у вас цель, условно говоря, накопить до ближайшего отпуска, то у вас, скорее всего, альтернативы, как покупка либо валюты, если вы собираетесь за границу, либо банковского депозита, ну, просто нету. Если у вас там, допустим, срок, ну, допустим, до 3 лет, то, скорее всего, там уже можно брать какие-то облигации. А если мы говорим про какие-то долгие сроки, то помимо облигаций можно уже и покупать акции. То есть тут очень важно, тут надо начинать именно с цели, то есть зачем, зачем вам нужно инвестировать. Как только будет понятно, зачем вам нужно инвестировать, можно попробовать прикинуть, на какие вы готовы как бы идти риски, исходя вот из этих рисков и подбирать как бы портфель. Мне кажется, очень хороший ответ, который ставит, так сказать, все точки над «и». А вот еще вы упомянули про фондовый рынок, по-моему, фондовые биржи. Вообще обычные граждане, которые собираются заниматься инвестициями, они могут участвовать в работе фондового рынка, бирж? Ведь доступ на фондовые биржи есть только во ограниченном круге лиц, которые имеют специальную аккредитацию, насколько я знаю. Нет. То есть любое физическое лицо может покупать или продавать акции на бирже. Но единственное, что он делает это на бирже, если мы говорим про российскую биржу, он делает это не напрямую, а через посредника, через брокера. Я про это и говорю, что лично это же не могут. Ну, сейчас появились альтернативные биржи, в том числе и криптовалютные биржи, где физическое лицо может напрямую заключить договор с криптовалютой. Государство как-то борется, начинает бороться с ними. Ну, государство, к сожалению, ну, не знаю, к сожалению, либо к счастью, оно просто на данный момент, оно, притом государство не российское, мы имеем в виду все же криптовалютные биржи, они обращают в мировом пространстве, так скажем, экономическом, существуют. Государство пока, у них нет четкой политики по отношению к криптовалютным биржам. У нас вот до небольшого перерыва осталось не так много времени. Хотелось бы еще один вопрос задать. Нередко наших сограждан к занятиям инвестициями подвигают желание бросить работу и жить на одни проценты скупленных бумаг, ценных бумаг. Вы как раз сказали, в частности, выйти на пенсию, может быть, раньше и так далее. Вот скажите, реально ли непрофессиональному инвестору нормально, скажем так, жить, ну, вот с какой-то доходностью, с которой он привык жить, да, жить только на одни дивиденды с инвестицией, это реально? Во-первых, надо понимать, какая у вас база потребления, сколько вам хватает в месяц, 30? Под нормальной жизнью я понимаю такую жизнь, какую инвестор привык вести до того, как он занялся инвестициями. Если он получал доход в 30 тысяч, значит, 30 тысяч. Если он получал доход в 50 тысяч, значит, 50. Если получал 500, значит, 500. Вот задача финансового советника, по большому счету, и как раз это, это просчитать возможность, какую вы доходность, не то что доходность, сколько вы за определенный момент можете накопить денег. Но здесь есть два, так скажем, основных показателя. Сколько вы можете, ну, условно говоря, если вы начинаете копить с 20 лет, то вы можете откладывать там по 5% от месячной зарплаты. Если вы начинаете копить с 30 лет, то вам придется откладывать по 10% от месячной зарплаты. А если вы вдруг придумали копить в 50 лет, то надо откладывать, наверное, проценты в 50. И то не факт, что вы сможете накопить какую-то, ну, так скажем, значительную сумму. И поэтому вам уже придется сдвигать, то есть, либо снижать свои потребности, то есть, понимать, что вы в будущем будете жить на более небольшой сумме, либо уже ставить задачу, что вы не в 60 лет выйдете на пенсию, а в 70 лет на пенсию. Ну, то есть, я понял так, что пенсионерам и даже предпенсионерам лучше не начинать. Почему? То есть, это... Ну, как бы, с ваших слов так получается. Пенсионерам и предпенсионерам это сделать просто тяжелее. То есть, либо надо вам где-то найти большую сумму денег, возможно, это какое-то наследство, либо продажа там какой-то другой, ну, условно говоря, недвижимости, которая не приносит вам какого-то хорошего дохода. Но пенсионерам копить гораздо сложнее, то есть, и предпенсионерам копить гораздо сложнее, чем молодежи. Тут все зависит именно, как бы, от срока, условно говоря. Чем короче срок накопления, тем нужна более высокая сумма входа в эту историю. На самом деле, я, конечно, шучу, но очень понятно, вы объяснили. Я понимаю, о чем идет речь, и я надеюсь, что наши слушатели тоже вас поняли. Давайте сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. В эфире дискуссионная передача «Ума Палата», я, ее ведущий, Владимир Сизов. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, можно ли заработать на инвестициях. Мой собеседник, эксперт по финансам, я считаю, один из лучших специалистов по инвестициям в Кирове, член Вятского интеллектуального клуба Константин Борисович Кропанев. Константин Борисович, научите, как стать успешным инвестором. Вот в чем вы считаете главную причину успеха? С чего надо начать человеку, который все-таки решил стать инвестором? Я считаю, что здесь три основных составляющие. Первая основная составляющая – это ваша финансовая грамотность. Насколько вы знаете, как работают финансовые рынки, ну, хотя бы должны какие-то базовые, обладая какими-то финансовыми знаниями, отличать эти же акции от облигаций. Ну, к примеру, давайте немножко пофантазируем, представим нам, что вам 20 лет, мне 20 лет, и мы начали инвестировать. Вы по старой привычке положили деньги на депозит в банке, условно говоря, под 6% годовых, а я купил облигации, которые дают процента на полтора больше, 7,5%. С одной стороны, что такое полтора процента разница? Вроде бы это ни о чем. Но через 50 лет, за счет того, что я каждый год получаю на полтора процента больше, при том, мы каждый год просто добавляем по 100 тысяч рублей одинаковые суммы, я буду в два раза богаче вас. В два раза богаче вас. А если бы я покупал не облигации, а покупал бы акции, то я бы стал богаче раз, ну, раза в четыре. То есть, если вы не хотите быть беднее в четыре раза своего соседа, поэтому надо понимать, какие инструменты на финансовом рынке обращаются. То есть, первое, опять же повторяюсь, первое основополагающее правило – это финансовая ограбленность. Второе правило – это долгосрочность накопления. Потому что, действительно, на финансовый рынок – это вещь такая, очень нестабильная. И бывает очень серьезное падение, которое могут привести к потере 50% от активов ваших денежных средств. Но в долгосрочном перспективе рынки все равно вырастают, все равно возвращаются на прежний уровень. Если мы говорим про какие-то длительные сроки, там, 10-15 лет, то вы будете в плюсе. И, опять же, я считаю, что, опять же, это регулярность инвестирования. То есть, когда вы приносите какую-то разовую сумму на рынок, всегда можно попасть в какую-то, ну, такую, опять же, принесете сегодня деньги, купите акции, а завтра произойдет какое-то событие нехорошее, и у вас вместо миллиона останется 500 тысяч рублей. Черный лебедь. Черный лебедь, да. Очередной черный лебедь прилетит. И поэтому, чтобы это было более психологически комфортно, и чтобы вот каких-то уйти от таких больших потерь или падений, то есть, это какая-то регулярность инвестирования. То есть, каждый год по небольшой сумме, там, инвестируйте, инвестируйте, инвестируйте. То есть, да, действительно, где-то вы купили подороже, где-то вы купили подешевле, но так либо иначе ваш рынок, ваш портфель, ваши инвестиции будут прибавлять в цене. Ну, вот уже сказали о каких-то ошибках начинающих инвесторов. Ну, а какие еще основные ошибки допускают те, кто только-только ступает на этот, я бы все равно сказал, скользкий путь инвестирования? Ну, в первую очередь, жадность и нетерпеливость. То есть, всех хотят сразу много. То есть, вот правильные инвестиции, это такие скучные инвестиции. Это как вот, ну, не знаю, такое есть выражение, это сидеть и смотреть, как растет трава. То есть, это медленно, это такой медленный процесс. А все же хотят много адреналина. То есть, к примеру, на этой неделе упали там акции китайских компаний, некоторые акции упали там в 4-5 раз. И вот кому нужен адреналин, они пытаются что-то там купить, продать, как бы, то есть пытаются какие-то, ну, как вы говорили ранее, то есть поиграться. То есть, и обычная эта игра, я видел много историй, когда люди, условно говоря, за год, количество своих денег увеличили в 10 раз. Но в конечном итоге они эти деньги теряли. То есть, много таких инвесторов, которые, ну, как много, то есть, попадаются такие инвесторы, которые действительно могут заработать много, но на долгосрочном периоде они, к сожалению, не могут показывать стабильного результата. И в конечном итоге они проигрывают рынку и остаются без денег сами. Ну, вот то, о чём вы говорите, это, в общем-то, поведенческая такая психология. Это поведенческая психология, да, то есть, это жадность. И правильное поведение, это вот такое, так сидеть, так это себе смотреть, скучно. Да, но многие не готовы, то есть, многим нужно здесь и сейчас, и сразу много. Вот помните, я говорил про букмекерство, какие-то игры для взрослых, самые у меня ощущения остаются. Ну, люди азартные, люди хотят играть, люди, то есть, это даже человеческая как бы основа. Слушайте, вот есть такое, читал, инвестирование, которое называется индексным. Почему-то многие считают, что оно наиболее простое и выгодное. Что это такое и правда ли, что это самое выгодное инвестирование? Да, я тоже, кстати, очень большое привержение именно индексного инвестирования. Ну, что такое индекс? Вот когда мы, вот на рынке, допустим, на фондовом рынке торгуются сотни акций. Какие-то акции дорожают, какие-то дешевеют. Как сказать, рынок растет или рынок подает? Потому что там 30% акций подорожало, там 70% подешевело. И придумали некий такой ориентир, с чем можно как бы сравнить. Это так называемый индекс. Это какая-то некая корзина акций. Некая корзина, куда входят, ну, к примеру, там 500 акций. Там крупнейших, 500 крупнейших американских компаний. Вот. И если мы видим, что это корзина в общей сложности. То есть одни падают акции, другие дешевеют. Но эта акция как бы растет. Это значит, индекс растет и фондовый рынок весь растет. И когда мы, многие инвесторы, они начинают с того, что они начинают выбирать какие-то конкретные ценные бумаги. Но выбор конкретных ценных бумаг, это вещь очень сложная. Это требует очень серьезных знаний финансового рынка. Это знаний бухгалтерии как бы требует. Это требует времени. И самое главное, что при выборе каких-то конкретных ценных бумаг, люди подвержены, опять же, вот такому влиянию извне. То есть они покупают где-то наиболее модные бумаги, происходит какая-то манипуляция сознанием с точки зрения средств массовой информации. Что говорят, все на рынке, все упало, все дешевеет. Либо наоборот, все какие-то оптимистично такие идут рассуждения. Это все так либо иначе подспудно влияет на принятие решения обычным инвесторам. И чтобы уйти от выбора каких-то конкретных бумаг, проще покупать индексные фонды. То есть покупая, допустим, индексный фонд на американский рынок или на российский рынок, допустим, индексный фонд на индекс московской биржи. Условно говоря, стоит он, к примеру, тысячу рублей. Вы купили, и в этом фонде есть и акции Сбербанка, Газпрома и все. А это чем-то отличается от хедж-фондов? От хедж-фондов это отличается очень сильно. Это похоже немножко на паевые фонды. Это похоже немножко на паевые фонды. Принципиальная разница между паевыми фондами и индексными фондами заключается в том, что в паевых фондах есть активно управляющие, которые пытаются, опять же, выбирать какие-то ценные бумаги. Но раз есть активно управляющие, там есть повышенные затраты, издержки. И когда вы покупаете акции паевых фондов, вы платите комиссию, которую вы не видите, а которая составляет обычно от 2 до 4% в год. Это очень высокая комиссия. А когда вы покупаете индексный фонд, в котором нет активных управляющих и, соответственно, нет человеческой ошибки, потому что управляющий может и ошибиться. Но вы уходите от человеческой ошибки и в то же время вы снижаете свои издержки. А издержки, вот именно затраты по таким фондам, они составляют от 0,03% до 1%, то есть в разы меньше, чем по паевым фондам. То есть эта такая история, она более простая, она не требует большой вовлеченности, там, каких-то больших затрат времени. У нас времени немного, а хотелось бы еще один хотя бы вопрос услышать от вас, такой квалифицированный ответ. Хотелось бы услышать о таком явлении, как финансовые пирамиды. Что это такое, почему сейчас в России, да и не только в России, наверное, наблюдается какой-то новый всплеск этого вида мошенничества. Мы же знаем, слышали о пирамидах в 90-х годах активных, и вдруг снова, так сказать, появились. Чем руководствуются вообще люди, отдавая в такие организации свои деньги? В частности, на вашей странице в Фейсбуке вы много писали о Финика, предупреждая людей об опасности вложения денег в эту организацию. Поясните. Вот такие ситуации, они бывают практически каждый год. Чем это обусловлено? Обусловлено это разными факторами. И первый, наверное, основной фактор – это жадность людей и лень людей. То есть люди не хотят сами разбираться, они хотят отдать кому-то деньги, чтобы кто-то их стал богаче. Допустим, в прошлом году, опять же, грохнулась такая пирамида, в которой торговали роботы. То есть алгоритмическая торговля, и под эту историю собирались деньги, что вашими деньгами торгуют роботы, и вас роботы сделают богаче. Естественно, этого не произошло. И наступила часть X, когда люди все деньги потерялись. Здесь, опять же, если мы говорим конкретно про Финика, была придумана легенда, что существует некие 25 успешных, суперуспешных трейдеров, которые могут зарабатывать… Трейдеры – это кто? Трейдеры – это люди, которые активно покупают и продают ценные бумаги. Ну, трейдеры – теперь спекулянты. То есть 25 успешных ребят, которые могут зарабатывать 10% в месяц. Но так не бывает. Так не бывает. Таких чудес не бывает. И якобы они зарабатывают на криптовалюте, потому что людям хочется верить в какую-то сказку. Людям хочется верить в чудеса, в какую-то конкретную сказку. А когда им называются какие-то большие цифры… Ну, а какая вот реальная, на мой взгляд, доходность месяц или год? Вот реально, свыше которой надо насторожиться уже? Мы говорим про рублевые или про… Ну, давайте про рублевые. Давайте, если мы говорим про… Или про проценты. Если мы говорим про рублевую доходность, то это нормальные облигации приносят доходность на сегодняшний день где-то порядка 7-8% в годовых в рублях. То есть, если мы говорим про какие-то там, ну, допустим, покупку этих же акций, то это, наверное, все же до 15%, то есть до 15% в рублях. Но тут надо понимать, что есть года более удачные, есть года менее удачные. Но какой-то супердоходности на фондовом рынке ее произойти просто физически не может, потому что она должна быть чем-то обоснована. Ну, давайте мы все-таки уже будем подводить итог. Итак, я правильно вас понял, что на инвестициях реально заработать? Ответ на название нашей передачи. Давайте не заработать, то есть инвестициями заниматься нужно. То есть инвестировать, это инвестиции, это инвестиции, это медленный прирост капитала. Зарабатывать вы должны по месту своего основного места работы, как вы сказали. А вот излишки денег вы должны инвестировать и получать какой-то доход. Конечно, безусловно, реально. В общем, доход на инвестициях получить можно. Самое интересное, что для этого даже не надо быть профессором по математике или по экономике. Главное, строго следовать своей стратегии и соблюдать, как я понял, своего собеседника элементарные правила финансовой дисциплины. И остерегаться попасть на улоги финансовых мошенников, не быть жадным. И, в частности, не вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Также немаловажным является ваше психологическое отношение к деньгам, к риску. И если вы хотите получить огромную прибыль прямо завтра и каким-то волшебным способом, то, скорее всего, будете обречены на потерю денег. Если же вы подойдете к инвестициям как к долгосрочному проекту и будете хотя бы немного анализировать свои сделки, то, вполне вероятно, вас ожидает успех. Таким образом, наша передача заканчивается. Спасибо за внимание и до новых встреч. До новых встреч. Ума Балата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова